Мы рады приветствовать вас на нашем канале Каббала Кала, где мы открываем тайны еврейских книг и отвечаем на вопросы. Сегодня мы ответим на вопрос одного из наших подписчиков, откроем книгу пророка Шмуэль, Сефер Шмуэль, часть 1, глава 15, 11 стих. Страшные слова. Страшные слова, которые даже не знаю, как прочитать. «Сожалею я, что поставил Шауля царем, ибо он отвратился от меня и слов моих не исполнил, и прискорбно было Шмуэлю, и взывал он к Господу всю ночь». Мы коснемся только трех стихов этой 15 главы, чтобы понять, что такое «сожалею». Как Творец может сожалеть? Тем более, что 29 стих, он как бы противоречит к тому, что мы только что прочитали. «А в вечность Исраэль не солжет и не раскается, ибо не человек он, чтобы раскаяться». То есть 11 стих сообщает нам, что Творец сожалеет, а 29 стих, что он как бы, да, вот это вот сожаление и раскаяние – это не качество Творца. Тем более, что на иврите – это одно и то же слово. На иврите. «Нехамте киим лахте эт шауль лэмэлех». «Сожалею» или «раскаиваюсь», ну как бы мы не переводили, на иврите это понятие, сейчас мы его рассмотрим. «Нехамте киим лахте эт шауль лэмэлех». Это одиннадцатый стих, который обычно переводят как «сожалею я», а здесь написано «лоинахем» – «не раскается». То же самое слово на иврите. В одном случае сказано, что Творец сожалеет или раскаивается, как переводчик может перевести так, как он считает нужным. А в другом месте написано всем по-другому. И тут давайте прочитаем весь стих. «Гам» – «вэ гам» – «вэ гамнецех Исраэле ло ешакер» – «вэ ло инахем» – «а вечности Исраэль не солжет и не раскается». Вот в данном стихе, интересно, Творец, он назван «Вечность Исраэль». И еще один стих из той же самой главы. «И не видел больше Шмуэль Шауля до самого дня смерти своей, ибо горевал Шмуэля Шаули, но Господь сожалел, что поставил Шауля царем над Исраэлем». А здесь написано, что он сожалел. Как понимать? Вот в одной и той же главе написано… Вот это противоречие, с которым к нам обратились, чтобы мы помогли разобраться, что же это такое. Для начала обратимся к словарю. Я скопировал здесь «ле-хи-нахем», глагол «ле-хи-нахем», так и переводят «раскаиваться», «сожалеть». Мальбин так поясняет, поясняет этот термин, понятие, он его обозначает как «хитнахамут», «хитнахамут», то есть корень «ле-хи-нахем». И он говорит так. Любое место, где относительно Творца написано, что он «митнахем», раскаивается или сожалеет по-русски, это означает «битуль хапюлалы гамри», «битуль» означает «аннулирование». Слово «битуль» на русский практически невозможно найти точного, нету эквивалента. Обычно переводят как «битуль», «аннулирование». А «аннулирование» – абсолютное аннулирование этого действия. То есть того действия, о котором сказано, что Творец как бы сожалеет о нем. Что существование всего, чего бы ни было в этом мире, зависит от желания Творца. А если сказано, что Творец «митнахем», то есть сожалеет или раскаивается, как переводится на русский язык, а о чем-то, это как будто бы этого и не было. Вот так, наверное, точнее. И в данном случае, почему это произошло? Потому что Творец «ломы кавэ», то есть не надеется на тшуву. Тшува. Тшува – буквально возвращение к Богу. Но это целое понятие, о котором мы уже много раз говорили. И поэтому подчеркивается «кишав меахурай». Вот это тшува – возвращение. И «шав меахурай», то есть как бы, что вот на возвращение Шауля Творец уже не надеется. Теперь понятно, почему очень странно написано «сожалею я, что поставил Шауля царем, ибо он отвратился от меня». Что значит «отвратился»? «кишав меахурай» – вот это намекает на то, что тшувы, тшувы, творец от него уже не ждет. То есть глагол «легинахем» – раскаиваться, сожалеть. Так вот, повторяюсь, когда этот термин употребляется по отношению к Творцу, это означает, что вот то действие, которое Творец поддерживал в силу желания своего, потому что все, что существует в этом мире – это в силу желания Творца, а на каком-то этапе эта поддержка ушла. не потому что Творец раскаялся, а потому что в силу каких-то обстоятельств в данном случае отсутствие тшувы, то есть отсутствие тшувы – так нельзя сказать, в силу того, что Творец не надеется на тшуву царя Шауля, все, как бы на этом закончилось его царство. Вот этот термин, так его нужно понимать, когда мы говорим о Творце. Дальше. 29 стих, где сказано, что «нецах Исраэл ломит нахэм», что вечность Израиля не раскаивается, не сожалеет. То есть нужно понимать, что когда мы говорим о Творце, мы говорим о Творце, как будто мы говорим о человеке. То есть что это значит, о человеке? Мы употребляем терминологию нашего языка, то есть а человек мыслит образами. То есть любой образ, любой термин, он материален. И как бы вот этими же терминами мы описываем духовный мир. И нужно понимать, когда мы в плоскости материального мира, то этот термин обозначает одно. А когда мы этим термином обозначаем, используем для описания духовного мира, это немножко другое. Немножко. «Вегамнецах Исраэл лоишакер в лоинахэм» Вечность Израиля не обманет и не раскается. Не солжет и не раскается. Что это значит? Что тут Творец нам через пророка хотел сказать? Мальбим поясняет тут два понятия. Ложь и раскаяние. Шекер и этнахамуд. То есть шекер – это когда, например, человек говорит одно, а думает другое. То есть он обманывает. То есть в голове одно, в мыслях, а на словах идет другое – обман. Это называется шекер. А вот лейтнахэм – это когда вначале то, что в голове и то, что на словах одно и то же, то есть, но со временем человек сожалеет, раскаивается и меняет свое мнение. Вот то, что он здесь пишет. То есть не было у него вот то, что мы сказали – ложь. Но со временем он изменил и то, что он тогда думал и сказал. Теперь он думает по-другому и поменял, раскаялся, сожалеет теперь. То есть да, вот это вот, это называется этнахамуд. И Творец говорит так. Киашем ха ницхи – Творец ницхи – Вечный. И там сказано нецах Исраэля – Вечность Исраэля. Что вот понятие Вечности, понятие Вечности исключает шекер и исключает нехама. Вот эти два аспекта исключает. Нету в этом, в нецах Исраэль, никакого шинуя, никакого изменения, ни в настоящем, ни в будущем. Вот то, что мы сказали. Шекер – это ложь в настоящем, а нехама – это то, что человек в будущем изменился как бы. Вот эти два понятия – нецах Исраэль, Вечность Исраэля. То есть как бы из вот самого понятия, категория, что такое Вечность, нету. Тут вот этого шинуй, то, что называется шинуй, тоже понятие изменения. Творец нету. Нельзя по отношению к нему сказать, что он передумал или раскаялся. Шекер и нехама – ложь и вот раскаяние. Здесь творец через пророка, еще раз повторюсь, доносит до нас, что относительно царства Шауля – это не шекер, это то, что на нем как бы, то, что царство Шауля закончилось, да, это то, что пророк сказал, и нету в этом никакой ошибки в понимании этого, потому что лой шекер – это сказано творцом сейчас через пророка. И даже на будущее, то, что мы говорили, это понятие этнахамут, что как бы в будущем, возможно, ситуация сложится такая, что как бы творец передумать. Нет, относительно царства Давида сказано в Эллои Нахэм, беатит в будущем от того, что ждет «Он от царства Давида». И об этом сказано Кило Адамгу, что он не человек, творец. Хотелось бы закончить недельной главой, которую мы только-только что читали. «И сказал Хашем, истреблю человека, которого сотворил с лица земли, от человека до скота, и так далее, и так далее, ибо я раскаялся, что создал их». И теперь мы понимаем, что значит раскаялся. Нет такого творца, раскаялся, что это такое. Потому что нецах Исраэль, вечность Исраэля, то, что вот по определению есть вечность, нет, там шинуй. Шинуй, то есть изменения. Вот в том плане, в котором мы сейчас обсуждаем. И поэтому «ибо раскаялся я, что создал их» имеет смысл какой, что вот до сих пор они имели право на существование. От сих и дальше нету их этого права. То есть все, то есть как будто бы и не было. Потому что нету, нету надежды у творца на что? На то, что называется тшува, как мы говорили про царя Шауля. В двух словах, что означает раскаяние и сожаление по отношению к творцу. И теперь, надеюсь, 15 глава для нас стала понятнее и ближе.